Инки. Теперь мы переместимся в Южную Америку. Культ Солнца как высшего божества, то есть форма идолопоклонничества элита Курска, почитала Солнце как бога-создателя, дающего миру душу. Вот этот момент, он очень важен. Культ предков, ярко выраженный, то есть народы древнего Перу уделяли большое внимание своим усопшим предкам, за ними тщательно ухаживали, тела хранились в защищенных от влажности и контакта с почвой, хорошо проветриваемых местах, где они усыхали и не подвергались разложению. Основатель рода являлся предметом настоящего культа. К мумиям предков относились как к живому существу, то есть на праздник их в кавычках приглашали, то есть приносили, угощали пивом и прочими вкусностями для них танцевали, то есть относились к ним как по-прежнему живым. Считалось, что предок-родоначальник главным образом за счет войн обеспечил себя собственной территорией, дав происходящему от него аэлью, то есть народу, возможность существовать в качестве автономной группы. Почитание его памяти, внимание, подтверждало права потомков на землю и ирригационные каналы. То есть если предок забывался, то это как растение без корня, ассоциативный ряд такой. Инки верили, что умирая основатели различных аэлью раздваивались и превращались в продолговатые монолиты, которые вкапывались затем в землю, в деревнях, на полях и оберегали их. Эти монолиты являлись осязаемым выражением первоначального акта захвата некоторой территории. То есть тема застолбить территорию здесь тоже. Их фалическая форма воскрешала в представлении людей завладение плодородной землей, то есть женским существом, предком, мужчиной, духом, мужским началом. Поэтому вот эти фалические формы, они о чем-то другом. В обмен на такое поклонение основатель аэлью должен был гарантировать плодородие полей, жизненную силу людей и в принципе богатство. Опять же, сверхспособности прародителей их в общем-то возвышали. Один был способен сделать так, чтобы кукуруза или картофель взошла лишь от одного его дуновения на землю, другой мог облететь территорию своих земель, превратившись, например, в кондора. То есть вот эти прародители, они обладали сверхъестественными способностями. По крайней мере, мы воспринимаем их как сверхъестественное что-то. Прародитель обычно появлялся вместе с братьями, которые вылезали из соседних дыр или из яиц. Эти братья впоследствии порождали аэлью, то есть великое начало, мы говорим. То есть они коллективно вдруг откуда-то появлялись и становились прародителями индейского населения. Благодаря связям, благодаря таким образованиям получалось население. Таким образом, все люди происходили не от первоначальной пары Адама и Ева, как навязывалось в христианстве, но от различных предков, которые автоматически узаканивали автономию каждого рода и узаканивали неотчуждаемость их территорий и ресурсов. Прародители, что подчеркивалось, оживляли почву, то есть одухотворяли материю, то есть имели высокое божественное начало, которое давало плоды, то есть их вдох, выдох, материализация какого-то события или плодов, или драгоценностей, или людей тех же. Тела предков не мумифицировали, но иссушали их особым сакральным способом. В результате они становились очень легкие, но сверхпрочные, сверхтвердые. И причем, что интересно, все волосы, брови, ресницы, волосы, все сохранялось. Их усаживали в позу лотоса со скрещенными на грудях руками. А когда их проносили по улицам, например, в момент какого-то праздника, индейцы в благоговении падали на колени, могло дело доходить даже до слез, счастья. А испанцы, кстати, снимали перед этими мумиями шляпы. То есть вот такая сила шла даже от умерших, скажем, тел. Уака – это, сейчас объясню, другой крупной категорией почитаемых инками существ были уака, которые в отличие от предков родоначальников, исключительно мужчин, могли быть как мужского, так и женского рода. Некоторые из людей, живших в первоначальные времена, то есть еще до создания нынешних родов, вследствие их некоего исключительного поведения, то есть, например, они превращались для увековечивания, они превращались в тот или иной элемент пейзажа. Или, допустим, горы часто ассоциировались с этими уаками. Прародители современных этих Ай-Элиу создавали свои земельные владения не на пустом месте. По крайней мере, первые из них заняли территории, контуры которых уже были определены изначально предшественниками уака. То есть, вот это планирование божественное, изначальное, вот этой вот идеей, где кого расселить, оно тоже у этих индейцев существовало представление об этом. Культ уака в какой-то мере, в какой-то степени, в принципе, дублировал культ предка-родоначальника. Были отличия. Что до инков, то их основным уака была гора Уанакури, Уанакаури и возвышающаяся над долиной Куска. По сути, уака в большей степени, нежели предки-родоначальники, наделены жизненной мощью. То есть, тут можно провести аналогию с великанами из сказок. Рассказы об их подвигах в первоначальное время удивительные. Удивительнее даже, чем те, которые повествуют о Мальке. Так, там, допустим, уака Самуна, когда был человеком, он имел способность превращаться в тысячу воинов, чтобы защитить свой народ от врагов. Множество прародителей и уака, которым поклонялись в империи, объединялись в две большие взаимодополняющие структуры. То есть, считалось, что один уак, допустим, происходит от верокочи, другие от молнии. И таким образом в инском пантеоне доминировала вот эта диада, разделяющая мир на две противоположные, но в то же время взаимодополняющие сферы. И даже, то есть, если уака, допустим, являются местными божествами, духами тех или иных мест, то верокочи и молния божествами космическими, но они друг друга ещё раз дополняют. То есть, здесь, в принципе, можно сравнить с культом героев и богов Греции. Ну, допустим, верокочи – это тот, кто приводит в порядок почву. То есть, вот это выражение означало, что этот первоначальный акт создания сельскохозяйственной инфраструктуры как раз зависел от вмешательства данного божества. И годичные циклы производства определялись именно им. Тут очень аналогично с мистериями коллагода у славян. Что же до молнии, то он был тройственным божеством, олицетворял различные феномены – молнию, гром, грозу. То его можно сравнить с Перуном, с Юпитером. То есть, в принципе, опять же, функции те же. Если верокочи был богом подземного мира, но опять же, подземный мир – иной мир подземного мира и воды, исходившись оттуда через родники, озёра, то молнии был божеством неба, божеством атмосферных явлений, в том числе дождя. Его представляли в виде высокого худого мужчины, который инспектировал небо с палец в одной руке и прыщой в другой. Гром был щёлканьем прохи, а молния – это как раз мерцание блестящих украшений, покрывавших его тело. Аград – это камни, которыми он обстреливал землю. Он мог низвергнуть дождь Млечного пути, который полагали широкой рекой, которая пересекает небо. То есть, одна плоскость отражается в другой плоскости. Итак, вот эта диада, возглавлявшая индийский андский пантеон, определяла космическое противопоставление нижних и высших вод. В равной степени она воплощала два принципа, которые руководили чередованием времён года. Влажную, жаркую погоду, дождливую. Молния, к тому же, был тем божеством, которое передавало свои способности шаманам, целителям, чей терапевтический арсенал основывался главным образом на дикорастущих растениях, располагающихся на высоте более 3800 метров. То есть, молния заведовал горными областями, и как раз поэтому прошаманов. И на этом высшем уровне андского пантеона установился своеобразный договор об обмене богами между теми, кто выращивает, допустим, маис, пастухами, которые чтили Уари или Веракочи. Договорённость была... Понятно, что каждый бог помогает тем, кто ему поклоняется, но в то же время между богами не было вот этой войны. Они образно обменивались своими почитателями, и одни периодически поклонялись другому покровителю, сынам молнии, а потом наоборот. И таким образом, в общем-то, Веракочи и молнии, они не воинствовали между собой, не являлись конкурентами, скажем, а являлись проявлением принципа взаимодополняемости. То есть, нет здесь вообще ничего о кровожадности индейцев. Скорее, на самом-то деле, это уже к американцам, и англосаксам, которые за всю свою историю только вот и занимались геноцидом, колонизацией всего подряд. Хорошо. Солнце. Почитали, в принципе, в той же мере, что и Веракочи. Они рассматривали эти индейцы солнце не как высшее божество, но как одно из проявлений принципа, определяющего нижнюю часть космоса. Да, в некотором роде солнце схоже с Веракочей, но не полностью. То есть, понимаете, тут принцип очень схожий с мирозданием Еноха, с катарской моделью. Если Веракочи представлял, как в качестве божества исключительно, допустим, аграрного характера, то культ солнца уже имел колоссальное политическое значение. Солнце – правитель, луна, сопровождавшая его жена, а Венера, богиня рассвета, вот эта утренняя звезда, олицетворяла завоёванные племена. То есть, в принципе, тут тоже вот эта триада юпитерианская в Капитолии тоже очень проследуется. Идентифицируя правителя, его главную жену и вот эти завоёванные племена, соответственно, как солнце, луну и утреннюю звезду Венеру, имеет смысл вспомнить древний миф о победе восходящего солнца над Венерой. Инка вписывал в космический порядок своё верховенство над завоёванными народами. И противоречий там не было. То есть, в праздниках участвовали и завоёванные племена. Солнце был представлен в виде сидящего мальчика, помеченного по меньшей мере двумя отличительными знаками инков, то есть, это повязка вокруг головы и большими кольцами в ушах. Кроме того, он носил нагрудник, знак власти. За его спиной, за плечами расходились во все стороны солнечные лучи. По бокам располагались две змеи, две пумы. Судя по всему, они символизировали его могущество. Может быть, начало и земное, побеждённое в своего рода коробе, помещённом в его живот, хранились превращённые в золу внутренности инкских правителей, что свидетельствовало о том, что они являются воплощениями, божественными, божественных существ. И после смерти, когда душа вернулась домой на небо, и прах их тоже вернулся к нему, то есть, полностью, без остатка. Прародители Уака и вот эта высшая Диада Солнца и другие звёзды, все они воздействовали на людей, на землю, на возделываемые растения, скот и переносили на них часть себя. Поэтому они передавали свою силу, свою сущность. Так, допустим, предок, родоначальник проливал свою сущность не только на потомков, но и на культивируемые ими растения, на возделываемые ими земли. И, то есть, ну, как бы передавал часть себя, освещая, как бы, вот эти земли и этих людей, перенося частичку себя на живое существо. Эти создания передавали ему жизненную силу, делали его могучим, здоровым, плодотворным. От всех потусторонних сил, чей культ свято чтился местными жителями, ожидали, что они будут нерушимо выполнять свою роль хранителя по отношению к людям, растениям, территориям и всё такое. И, ну, действительно, старались правильно проводить праздники, ритуалы, да, и, ну, как бы, ну, то есть, действительно, благодарить от всей души, что называется. Солнце также передавал получателю запрашивающему от него какую-то, отправляющему ему какую-то просьбу, передавал и специфические качества, а также солнце передавало людям общечеловеческий принцип. Но, здесь важно понимать, что каждый человек в понимании инков состоял не только из божественного начала, он состоял из нескольких сущностей, пришедших из различных источников и из комбинаций этих сущностей, из комбинаций душ, сущностей, рождались люди, но при этом вот эта комбинация, она воспринималась как единое целое и считалось, что в процессе формирования человек до рождения, после рождения ощущает на себе то, что разные создания вмешиваются в его жизнь. Даже те же животные воздействуют на набор его качеств. Более того, были качества, которые унаследовались от предков. то есть образно говоря доминирующая субличность и компания в таком представлении. Вот этот момент очень интересен, тут рассматривался опыты прошлых воплощений, который сопровождал душу, опыт предков, который тоже был заинтересован в каком-то опыте, ну и доминирующие духовное начало. Момент очень на самом деле значимый, что люди вот это понимали. Внутренний мир человека имел невидимые очертания, идентичные очертания тела, в котором он обитал. То есть мы понимаем, что инки видели не только физическое тело, но и ментальное, астральное, эфирное. Человек мог покидать свое тело, то есть по всей видимости речь идет об астральных путешествиях, но покидал ненадолго, потому что оставаться без защиты оболочки земной долго нельзя. Он возвращался в тело, тело в принципе давало человеку силу, способность роста и являлась источником состояний души. Таким образом, анские божества были прежде всего элементами, структурирующими окружающую среду, то есть горы, озера, звезды, атмосферные явления, и происходившими от перевоплощения людей, которые жили в первоначальные времена. Воплотившись в небе или в пейзажи, люди древних эпох становились звездами и передавали и прародители, и боги, передавали людям частичку себя, людям нынешним, и гарантировали им, как родственникам соответственно, некую организацию мира. Один из способов для того, чтобы заручиться, скажем, заручиться поддержкой уака, божества или прародителя, было пожертвование ему в жены какой-либо из девушек данного племени, но не в смысле, что это кровопролитие, а имеется в виду, что она посвящается уходит в тот или иной храм, и она должна будет посвятить всю свою дальнейшую жизнь на приготовление ему подношений, то есть еды, напитков, и, конечно же, она уже не сможет обручиться ни с одним смертным человеком. Иоака таким образом становился зятем, свояком всех мужчин рода вот этой предназначенной для него невесты. И, конечно, он должен был обеспечивать плодовитость, процветание своей семьи. Ну, культ Сатурна и Весталок явный, опять же, монашки, которые являются невестами, это тоже здесь, в общем-то, на самом деле для этого происходит. Посвящение человеческой жизни предку или какому-либо божеству иногда требовало и жертвоприношений. Приносились в жертву и люди, но это не достигало у инков такого глобального масштаба, как, допустим, это было у ацтеков, у центрально-американских современных современников инков. То есть, не до такой степени все было. В большинстве своем жертвоприношений приносились только в двух исключительных случаях. Первым это было смерть, допустим, знатного инки или же правителя. тогда часть его жен, слуг приносили добровольно себя в жертву. Считалось, что они будут сопровождать усопшего в мире ином, то есть, они должны были быть захоронены вместе с усопшим. Но это на самом-то деле было за честь и это не было что-то из ряда вон выходящих. Другим поводом для жертвоприношения являлась ну вот ну вот ну вот во-первых это была торжественная церемония начнем с этого то есть это как бы религиозное житие в Индской империи. Религиозная вот эта церемония проходила при участии множества людей и это были большой это был большой акт приношений где подношений правильнее даже сказать то есть проходила вот эта церемония в критические для Инки обстоятельства либо допустим к власти пришел кто-то и у него сын болен повышенная детская смертность и это как бы грозит опасностью завоевания да или допустим то есть болезнь или подготовка к трудной войне и когда назначалась вот эта церемония каждая деревня каждый род собирали подношения то есть это были дорогие ткани золото серебро скот дети в районе 10 лет и так далее и все это приводилось священниками туда на куска все дары и дети которые сопровождались матерями выстраивались на площади и перед мумиями вот этих правителей или перед великими статуями богов и происходило жертвование предметы какие-то сжигались что-то предавалось земле дети ну понятно умерщвлялись и становились объектами местных культов по всей империи каждый взрослый мужчина получал в каком-либо сосуде немного крови принесенных в жертву лама эту кровь он должен был отвезти там к себе ну либо в святые места да либо к себе в деревне то есть на свою территорию участвовать в этом обряде должны были и могли в общем-то да и те кто был завоеван то есть они становились частью империи вот ну в общем такое приносились жертвы и потом вот эти как бы частички разделялись между всеми получая от своих подданных лам детей которые потом приносились в жертву инка позиционировал себя в качестве крупного поставщика жизненной силы для своих божеств то есть боги нуждались в жизненной силе и за это инка мог рассчитывать что он будет наделен какой-то сверхсилой и сможет противостоять в критической ситуации благодаря вот этому великому подношению отмечу что в наши дни культ кровавых жертвоприношений в том числе детей практикуется очень даже активно и речь идет далеко не об индейцах ну хорошо давайте подводить уже наконец-то итог в основу мира индейцев была положена вера убеждение что все сущее вокруг является проявлением духовной высшей реальности следовательно наше бытие является проекцией событий которые происходили в Астралии то есть проявились таким образом горы ветер пшеница стихии это все проявление высших идей то есть уверенность в прохождении пути перерождений от камня до человека у индейцев присутствовала знаете тут как-то сразу вспоминается суфийский мастер Руми тут вот в этом его стихотворении как раз вот эта тема она четко прослеживается всему всему что зрим прообраз есть основа есть вне нас она бессмертна а умрет лишь то что видит глаз не жалуйся что свет погас не плач что звук затих исчезли вовсе не они а отражение их а как же мы и наша суть едва а лишь в мир придем по лестнице метаморфоз свершаем наш подъем ты из эфира камнем стал ты стал травой потом потом животным тайна тайн в чередовании том и вот теперь ты человек ты знанием наделен твой облик глина приняла о как непрочен он ты станешь ангелом потом пройдя недолгий путь земной и ты сроднишься не с землей а с горной вышиной о шамс в пучину погрузись от высей откажись и в малой капле повтори морей бескрайних жизнь мастер руми вот в этом стихотворении очень хорошо отражаются верования индейцев в том числе конкистадоры в их понимании тоже имели прообраз не говоря уже о кармических моментах но увы оказалось что прообразы отошли и теперь должны быть познаны некоторыми племенами мы говорили вот те пять цивилизованных как бы получилось а у кого-то не получилось наши северные предки солнцепоклонники индейцы тоже были солнцепоклонники точно так же в общем-то проходили переживали христианизацию и как раз примерно в тот же период наши дедушки и бабушки пережили демонтаж их реальности я допустим помню 90-е то есть вот эти трансформации где-то в большей степени где-то в меньшей степени они проходят всегда духовное уплотняется и самоутверждается то есть отстаивает себя с каждым разом все более вызочаренной но грубой реальности правильно так сказать но можно сравнить это с обрезанием пуповины если хотите в наших силах пройти трансформацию красиво безболезненно при условии что мы осознанны мы помним свое божественное начало и мы осознанно меняемся трансформируемся за счет знаний повышаем свою чистоту свечения и когда спираль закручивается вот как сейчас плутон на кету то мы возвращаемся не в ту же точку а уже уровнем гораздо выше и тогда не происходит вот этого грубо говоря схлопывания но для этого нужны знания повышающие частоту свечения нужен запрос правильнее сказать изначально хотя бы религия сказка миф это пересказ астрального переживания это описание связи с духовным миром история же пока показывает как мир физический захватывает духовное то есть пести софия премудрость божия погружается все глубже в материю и забывает свое происхождение во многих религиях мы видим духовное начало соединяется с женской земной сущностью тогда вот этот бог начинает делиться на множество богов обладающих божественными способностями но способностями но уже менее сильными они берут себе в кавычках дочерей человеческих то есть заземление влюбление одухотворение с материи как бы продолжается тогда рождаются вот эти прародители людей рождаются герои великаны но все они застывают в мире форм то есть не улавливаются они нашими частотами правильнее так сказать человек рассудочный то есть промежуточный пограничный он еще видит связи с тонким миром видит сущностей прообразов форм вот кстати вспомнить Платонову пещеру надо было чувствует свое единство с прообразами а божественным вот этим сущностям и вот этому пограничному человеку наверное в принципе тоже не хватает уже человеческой хитрости увертливости гибкости рыбка мечет икру преодолевая грубое течение сопротивления материи а вот почему там в сказках например человек побеждает великанов простятских таких все духовные высшие сущности от бога до великанов и героев продолжают жить в своих планах бытия мы в сказках помним как заканчивается если там все хорошо то они живут и по сей день и ну как бы в принципе в религиях там же тоже нету концовки но любознательная душа не остается в тех мирах она продолжает погружаться все глубже все в более низкие частоты в наши планы бытия в конце концов но это называется задачка со звездочкой инки делали преподношение подарки конкистадорам они выносили им своих прародителей они даже дарили им свои золотые идолы то есть ну как бы они пытались сторговаться ублажить или присоединить приобщить вот правильное слово к своим вот этим энергиям но все равно они как бы застряли в определенном плане бытия и может быть можно сказать что забыли о самом главном то есть о начале о единстве и о необходимости трансформации ну давайте на этом пока мы остановимся уже наконец исследования конечно мы еще продолжим сказки сновидения потрактуем по новому по особенному теперь ведь мы же уже имеем такие новые ключи а пока попробуйте исследовать свои натальные карты посмотрите на них как на путеводитель души постарайтесь найти в своих картах свои мистерии подписывайтесь на наш канал ставьте лайки делитесь этим видео рассуждайте вникайте открывайте в себе божественное будьте осознанны пытайтесь увидеть увидеть не просто сюжет а ну как бы то что стоит за этим сюжетом то что породило этот сюжет и еще я хочу одно стихотворение прочитать владей владей среди толпы смятенной тебя клянущий за смятение всех верь сам в себя наперекор вселенной и маловерном отпусти их грех пусть час не пробил жди не уставая пусть лгут лжецы не снисходи до них умей прощать и не кажись прощая великодушней и мудрей других умей мечтать не став рабом мечтания и мыслить мысли не обожествив равно встречай успех и поруганье не забывая что их голос лжив останься тих когда твое же слово калечит плут чтоб уловлять глупцов когда вся жизнь разрушена и снова ты должен все воссоздавать с основ умей поставить в радостной надежде на карту все что накопил с трудом все проиграть и нищим стать как прежде и никогда не пожалеть о том умей принудить сердце нервы тело тебе служить когда в твоей груди уже все пусто все сгорело и только воля говорит иди останься прост беседуя с царями останься честен говоря с толпой будь прям и тверд с врагами и с друзьями пусть все в свой час считаются с тобой наполни смыслом каждое мгновение часов и дней неумолимый бег тогда весь мир ты примешь во владенье тогда мой сын ты будешь человек это завет Рейдьерда Кейплинга ну и на этом с любовью ваша Настя пока-пока Субтитры